Если бы у меня было чуть больше времени, я думаю, что я бы, скорее всего, успела вынести всех. И сейчас уже, конечно, каждый день прокручивая все это в голове, невозможно без этого обойтись. И я каждый раз думаю, что, ну, наверное, надо было сделать чуть-чуть по-другому. В этом пожаре они потеряли 10 кошек. Ровно неделя с того момента, как в приюте Бусинка произошло возгорание. Многие животные до сих пор не могут прийти в себя, многие в копоти, но сейчас не до помывки. Многие кошки разбежались. Не могут прийти в себя и сотрудники приюта, которые до потери сознания выносили животных во время пожара. Я домой не уезжала еще ни разу, то есть я постоянно нахожусь здесь. Моих домашних животных кормят просто мои знакомые, мои друзья. В МЧС пока не дали полное заключение с причиной пожара, но сотрудники считают, что причина в печке. Сильно пострадали две комнаты, особенно эта. Стены, потолок, все коммуникации, все сгорело. Также серьезно пострадала крыша здания. Думали, что это можно будет просто восстановить, то есть что-то подделать, что-то сделать. Но, к сожалению, крыша уничтожена полностью совсем. Там ничего не восстановить. А эту крышу полтора года назад мы сделали полностью с нуля за большое количество денег. К нам на следующий день после пожара приезжала администрация. Они посмотрели ущерб, посмотрели все, что произошло. Сказали, что в данный момент ничего обещать не могут, но если вдруг чем-то смогут помочь, то с нами свяжутся. Еще до пожара в приюте не всегда удавалось закрыть сбор на корм для животных. Здесь живут 700 кошек и больше 100 собак. А теперь еще и это трагедия. Своими силами бусинки не справятся. Это здание руководители приюта купили в кредит, который до сих пор выплачивают. Конечно, за неделю откликнулись многие неравнодушные люди. Но ремонт и строительные материалы требуют огромных вложений. В приюте надеются, что по сильную помощь смогут оказать строительные магазины. В целом штукатурки цементные, клея для плитки высокой прочности, которая для большой плитки. Сама плитка, но, честно уточню, не любая, потому что для приюта совершенно немножко иные требования к плитке. Не просто потому, что нам так нравится, а потому что эпидемиологические условия у нас сильно другие. Они на уровне больницы, либо выше даже. Кстати, по словам руководителей приюта, многих эта история даже подтолкнула к тому, чтобы забрать четвероногого к себе домой. А тех же, кому не посчастливится найти своих хозяев, нужно позаботиться. Впереди зима, и в приюте делают все для того, чтобы животные встретили ее в тепле. Ирина Корчагина, день с толком. Там посмотрели.